Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Десять месяцев с начала строительства. Какую нагрузку выдержит фрунзенский мост и из чего его строят, наш корреспондент выяснил в специальной лаборатории. Недоразумение исчерпано. Паралимпийская спортсменка Яна Костина начала тренировки в упадром-арене. Охрана документов под грифом «Секретно». Китайский и российский архивариус обменялись профессиональными тайнами. Кино только высшей пробой. Фестиваль «Соль земли» подвел итоги. Телеканал «Самар и ГИС» в числе победителей. Каков фламенко на вкус андаузской страсти на сцене Самарской филармонии? В фрунзенскому мосту уже есть на что опереться. Стройка длится 308 дней. Работы идут на двух берегах. Готовы три опоры участка моста через реку Самара. На 70% смонтированы пролеты перехода через озеро Банны. Строиться ли сроки укладываются? Не страдает ли качество? И зачем на стройплощадке открыли сразу две лаборатории? Выяснила Марина Кравцова. 100 тонн такую нагрузку с легкостью должен выдержать фрунзенский мост. Выносливость конструкции напрямую зависит от качества материалов, из которых его строят. Машины с бетоном на площадке первым встречает инженер специальной лаборатории. Определяет подвижность бетона, температуру, объем вовлеченного воздуха. Если все по ГОСТу, дают добро. Когда хоть одна из характеристик не в норме, бетономешалку разворачивают и отправляют обратно. За сутки иногда приходится проверять до сотни партий бетона. К бетонам для мостовых конструкций предъявляются более жесткие требования по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Обязательно вводится определенная добавка, так называемая воздуховлекающая, чего нет, например, в промышленной гражданской строительстве. Контроль на всех этапах строительства. Бетонные кубики, образцы, взятые при заливке опор, измеряют, взвешивают, сжимают прессом, проверяют прочность. В это время на другом, левом берегу реки Самара утрамбовывают песок. В этой лаборатории проверяют качество песчаного грунта и щебня, зерновой состав, коэффициент фильтрации. На стройке используют самарский песок и бетон. Они оказались и самыми близкими, и лучшими по качеству. Более 70% всех стройматериалов поставляют предприятия Самарской области. На опоры мостового перехода уже ушло 10 тысяч кубометров бетона и 6 тысяч тонн металлоконструкций. На участке моста через озеро Банное уже возводят пролетные строения. А вот на участке через реку Самара полным ходом идет строительство опор. Уже готовы три из восьми. Сейчас вдалеке мы можем видеть вторую опору. За ней уже строят первую, которую делают несколько по другой технологии. Помимо того, что она будет держать вес самого моста, она будет выполнять и функцию укрепления берега. Сразу за ней начнется развязка, которая выйдет на улицу Фрунзе. Две сотни строителей и 70 единиц техники возводят мост круглосуточно. И в дождь, и в снег обещают не сбавлять темпы. Подготовились уже и к зиме. Если будут проводиться бетонные работы, будут возводиться специальные инженерные сооружения, называемые тепляки, в которых будет поддерживаться оптимальная температура бетона, для того, чтобы он там набирал прочность. То есть, все предусмотрено с учетом температурных режимов. Шестиполосный мост и автомобильную трассу длиной почти три километра планируют сдать в 2018 году. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Земля наша, трубы ваши. На Координационном совете при губернаторе обсудили конфликт интересов между земельными собственниками и предприятиями, имеющими на этой территории нефть и газопроводы. Зачастую владельцы участков требуют от нефтяников и газовиков непомерно большую арендную плату, которая в несколько десятков раз превышает кадастровую стоимость самой земли. А в случае неуплаты шантажируют тем, что будут чинить препятствия в работе. Региональное правительство в этом споре весьма успешно выступает посредником. Если в прошлом году были факты, когда нефтяникам запрещали производить какие-либо действия на территории, то в этом году таких случаев не зафиксировано. В итоге ситуация значительно улучшилась. В 2012 году было проборено 27 скважин, в этом уже 132. Тогда областной бюджет от нефтегазодобычи получил 4,5 миллиарда рублей. Сейчас более 9 миллиардов. Инвестиции увеличились в три раза. Но еще есть над чем поработать. Это деньги не только в саморской области. И это еще в 4 раза больше от добычи денег в страну, в каждую страну. За счет чего в том числе не только пенсии выплачиваются, а правоохранительная система наша финансируется. Уходит на повышение. Командующий 2-й гвардейской общевоисковой армии Игорь Сирицкий указом президента назначен заместителем командующего западного военного округа. Кто придет на его место, пока неизвестно. Губернатор Николай Меркушкин на встрече с Игорем Сирицким отметил, что такое серьезное повышение свидетельствует о доверии руководства страны Самарскому региону и его людям. И выразил слова благодарности за совместную работу и поддержку инициатив областного правительства. Те же для нас очень важны, для людей важны парады. Буквально за 2-3 года они стали совсем другого уровня, по-другому воспринимаются людьми. И по-другому люди ощущают и мощь российской армии, и гордость за страну. Слабо благодарности хочу ввозить ту помощь, которую оказали вы, прежде всего, в выполнении нами задачи. Это, конечно же, стратегические учения прошлого года. Огромная помощь. Огромная помощь. Спасибо ей было отмечено и в приказе министра обороны. Водный барьер взят. Паралимпийская спортсменка Яна Костина начала заниматься в бассейне комплекса ипподрома «Арена». В начале месяца девушку пришла покупать абонемент, но продать ей его отказались. Ситуацию удалось разрешить путем переговоров. О том, как спортивный характер помогает добиваться цели, репортаж Алины Чемерес. Каждое погружение, испытание. Чтобы Яна Костина смогла спуститься на воду, требуется специальное оборудование и помощь инструктора. Девушка – инвалид с рождения, но это не помешало ей стать 15-кратной чемпионкой России по плаванию. Добиваться результата помогают ежедневные тренировки, но иногда бороться приходится даже за право посещать бассейн. По словам девушки, в начале месяца директор спорткомплекса, расположенного неподалеку от дома Яны, отказался продавать ей абонемент. Он сказал, что Яне нужна отдельная дорожка, а у меня для Яны нет свободной дорожки. И вообще нам еще и в отделе продаж сказали, нету возможности продать абонемент, потому что бассейн перенасыщен, полно посетителей. Это первое, что я говорю. Второй день ничего тут такого нет. По словам Костиных, отдельную дорожку Яна для себя не требовала и была готова посещать бассейн на общих основаниях. Абонемент спортсменки все-таки продали. Это обычная проблема, которая должна решаться обычным путем, путем переговоров. И она вполне может быть разрешена, если эти обе стороны найдут компромисс. Одна сторона минимум извинится, вторая сторона примет извинения. Обе стороны должны четко понимать, что они живут в обществе. И в этом обществе есть некоторые законы, законы взаимоотношений, законы взаимодействия, в конце концов моральные какие-то вещи, которые нужно просто соблюдать. Мы в настоящее время разбираемся с руководителем учреждения. В любом случае к нему будет наложено дисциплинарное взыскание. В течение многих лет вопрос Яны Костиной, который она ставит перед министерством, решается всегда положительно. Во всех ее проблемах мы всегда старались ей помочь. В бассейне, который ближе всего к дому Яны, она может тренироваться хоть каждый день. Для посетителей спортсменка пример упорства и целеустремленности. Короче говоря, я следую ее примеру восстановления. Да, что вот она просто вот для меня вот такая девочка, это я не знаю. Для меня она просто вот является, ну, олицетворением, что можно себя поддерживать в тонусе, в таком состоянии. Здесь Яны на место, мы снова здесь оказались, и мы уже сейчас никуда из этого бассейна не уйдем. И некуда, и не надо будет уходить. Я думаю, что все наладится. Яна Костина не перестает тренироваться. Девушка уверена идет к своей мечте – представлять Россию на Паралимпийских играх. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Избирком Самарской области подвел окончательные итоги прошедших выборов. «Единая Россия» получает 40 из 50 мест в Самарской губернской доме. Одно кресло достается представителю «Справедливой России». Три мандата забирает ЛДПР, еще пять – КПРФ. Поименный список депутатов губернской думы шестого созыва станет известен в понедельник, когда все политические партии окончательно определятся со своими делегатами. Также председатель облсбиркома Вадим Михеев рассказал подробности встречи с долгосрочными наблюдателями от ОБСЕ, которые находятся в Самарской области. Спрашивали вопросы, что у нас возникало в день голосования. По общему впечатлению отметили, что мы достаточно открыто с ними работали, и территориальные комиссии, участковые везде доброжелательно встречали, и никакой информации не скрывали. Итоги прошедших выборов обсудил и губернатор Николай Меркушкин с представителями Компартии. Участие в разговоре приняли член Президиума ЦК КПРФ Валентин Романов и первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин. Рассматривали вопрос о формировании регионального парламента. Еще одной темой обсуждения стала дальнейшая работа и конструктивное взаимодействие регионального обкома Компартии с областной исполнительной властью. А теперь коротко о других темах дня. Изменилась схема движения транспорта, следующего через поселок Мехзавод в направлении поселка Управленческий. Это связано с началом работ по следующему этапу реконструкции Московского шоссе. Автобусные маршруты номер 1, 1А, 1К, 51, 68, 154К, 175К, 210 и 221 следуют по скорректированной схеме по Московскому шоссе, улице Первый квартал, Красноглинскому шоссе и далее по своим маршрутам в обоих направлениях. В среду вечером на 14-м километре реки Самара судно типа Ярославец не на судовом ходу легло на мели на левый бок. Как пояснил капитан, судно двигалось без пассажиров. Пострадавших в экипаже нет. По факту случившегося проводится проверка. Причины устанавливаются. 25 сентября в Самаре пройдет Всероссийский день бега Кросснации. В спортивном празднике предусмотрены забеги на разные дистанции. Участие в нем могут принять все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. С 7 утра будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лозо, а также по автомобильной дороге в направлении учебно-спортивного центра «Чайка». Общественный транспорт будет следовать по своим маршрутам согласно обычному расписанию. Ну а далее наш выпуск продолжит экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Ей слово. Здравствуйте. Мировые цены на нефть растут. Сегодня стоимость одного барреля марки «Брент» превысила 47 долларов. Американская валюта теряет позиции. На 23 сентября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 79 копеек, евро 72 рубля 67 копеек. Золото стоит 2734 рубля, серебро 40 рублей 26 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 96 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 84 копейки. Автоваз планирует производить гибридные автомобили, которые будут работать и на бензине, и на электричестве. Над проектом электромобиля уже трудится инженерный корпус предприятия. Самара вошла в число городов-лидеров по числу интернет-покупателей, которые совершают покупки через мобильные устройства. Заказывать одежду, косметику и технику при помощи телефонов и планшетов стали почти на 30% больше. А в Курумыче из-за ремонта взлетной полосы с 3 по 11 октября отменят все ночные рейсы. На этом все. Удачи в делах. Как спасти архивные документы и правильно реставрировать важные бумаги? Своим опытом с российскими архивистами поделились и китайские коллеги. Эксперты встречаются каждый год попеременно то в Поднебесной, то в России. В этом году местом встречи стала Самара. Российские и китайские специалисты подписали соглашение о гуманитарном сотрудничестве. Постоянный диалог двух стран способствует укреплению международного сотрудничества в области архивного дела, осуществлению совместных проектов и содействует обмену информации, но учитывая национальные интересы. Секреты, которые нельзя раскрывать, останутся тайной. И наши китайские друзья, и мы действуем в соответствии с нашими национальными интересами. Поэтому, если те или иные сложные, как говорят, вопросы истории отвечают, открытие информации об этих сложных вопросах истории отвечает нашим национальным интересам, то да. Если нет, то будем дожидаться других времен. Это совершенно нормальный процесс. Задача любого архивного учреждения – создать богатую базу различных архивных документов. И после стечения 30 лет в Китайской Народной Республике есть практика рассекречивания особых документов. По статистике, на 2015 год из 500 миллионов документов 40% уже рассекречены. Еще одна награда в копилке телекомпании «Самары Гис». Фильм под знаменем дружбы стал призером 9-го Всероссийского фестиваля «Соль земли». Этот фестиваль уже стал признанным брендом в мире документального кино. В этом году на конкурс было выставлено более 200 работ. К важнейшим из искусств приобщился и Олег Зверев. Специальный приз вручается фильму «Под знаменем дружбы». Созданный телекомпанией «Самары Гис». Фильм «Под знаменем дружбы» создавался не просто как историческое полотно. Картина – взгляд современника из Самары на 140-летние взаимоотношения двух братских народов. Самарское знамя стало первым государственным символом Болгарии. И значение этого события трудно переоценить. А помогли обрести свободу те самые самарские Алеши – русские солдаты, памятник которым установлен в Пловдиве. Фильм оценили и награды за успех о создании причастности к большому делу. Для нас, когда мы работали над этим фильмом, это была уникальная возможность не только какие-то свои творческие задачи исполнить, но и прикоснуться к нашей истории. Потому что именно этим поколением можно гордиться самарцам, нашему замечательному самарскому ополчению, которое, ведомое своей совестью, пошло бороться под знаменем свободы за православную церковь, за свободу Болгарии. В российском кинематографе «Соль земли» – это уже общепризнанный бренд. В конкурсной программе девятого фестиваля документальных фильмов более двухсот работ. География участников – вся Россия, а в составе жюри – самые выдающиеся артисты и режиссеры, многие из которых с мировым именем. Фестиваль проходит при поддержке областного правительства и администрации Самары, но большую часть наград забрали все-таки столичные студии. Нет, наверное, более важной задачи, чем воспитание патриотизма, чем воспитание любви к тому краю, к той земле, на которой ты родился и живешь. Все фильмы фестиваля так или иначе посвящены любви к людям, любви к своей земле, любви к Отечеству. Документальное кино порой дает нам намного больше эмоций и дает нам намного больше пищи для размышлений, чем художественный жанр. И, пожалуй, не случайно такой уникальный патриотичный фестиваль «Соль земли» проводится именно в Самаре. Итоги фестиваля говорят о том, что сегодня снова настало время большого кино. Большого не в смысле продолжительности в эфире. В обществе уже назрел запрос на интеллектуальное творчество, которое отражает доброе, разумное, вечное. Организаторы пообещали, что следующий фестиваль, который будет десятым по счету, пройдет еще более масштабно, с юбилейным размахом. Олег Зверев, Максим Гузев, События. Гостем фестиваля документального кино «Соль земли» стал известный режиссер Сергей Урсуляк. Зрителям он знаком по таким фильмам, как «Исаев», «Ликвидация», «Тихий дон», «Жизнь и судьба». Последнюю картину снимали, в том числе и в Самаре. На встрече с режиссером побывала Юлия Черняева. Не для меня придет весна, Не для меня дон разольется, Дон в сердце девичье замьется. Уже четвертая в истории российского кинематографа экранизация романа Михаила Шолохова «Тихий дон» стала самой ожидаемой премьерой прошлого сезона. А работу режиссера Сергея Урсуляка так или иначе сравнивают с фильмами Бондарчука и Герасимова, называя его новатором и истинным патриотом. Творческая встреча с самарскими поклонниками прошла в рамках фестиваля «Соль земли» в режиме легкого интервью. Один из самых обсуждаемых вопросов задала мама-подростка Юлия Галочкина. Что делать, если ребенку сложно читать произведение Шолохова? Посмотреть фильм хуже не будет, последовал ответ режиссера. Что касается вопроса, в определенной степени он был провокационным, потому что сама-то я считаю, что, конечно, необходимо читать произведение в любом случае, но я очень радуюсь, когда возникают такие экранизации, которые могут помочь нашим детям, может быть, больше прочувствовать, понять произведение. С Самарой, режиссера культовых сериалов и фильмов «Ликвидация», «Исаев», «Долгое прощание», Сергея Урсуляка связывают самые теплые отношения. Здесь он снимал телесериал «Жизнь и судьба», который стал номинантом премии «Эмми». Я, конечно же, гулял сегодня по городу, и поскольку еще у моей жены здесь живет папа, заслуженный артист России Алексей Симкович, артист Самарта, то мы с ним встречались, и поэтому этот город не только мне знакомый, но и родной. Творческая встреча продолжалась несколько часов. На главный вопрос, в чем же секрет успеха всех его работ, Сергей Урсуляк ответил неожиданно просто. Я все-таки стараюсь, чтобы плохих людей на площадке не было. Я считаю, что работать нужно в товарищеской атмосфере, потому что дело наше тяжелое. То есть тяжелое, так сказать, тоже не нужно что-то преувеличивать. Оно тяжелое, но радостное. И вот это радостное, но тяжелое дело нужно делать с хорошими людьми. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов, События. Ритм и страсть. На сцене Самарской филармонии выступила группа «Вкус фламенко». Программа концерта состояла из двух отделений. В первом музыканты играли традиционные испанские мотивы, а во втором уже музыку собственного сочинения. С андаузской культурой познакомился и Андрей Горгуленко. До концерта считанные минуты, а Иван Антонов продолжает репетировать. Утверждает, что никогда не поздно совершенствовать свою игру на гитаре. А гитара у него уникальная. Недавно она разбилась при перелете, но мастер свой инструмент не бросил. Я ее склеил сам и бокситкой, совершенно не надеясь на то, что она будет звучать. Хотел ее детям отдать на растерзание, что называется. А вот склеил ее буквально месяц назад и выяснилось, что она звучит лучше, чем прежде. Поэтому сейчас я концерты свои играю на этой раздолбанной гитаре, хотя бы не подумайте, у меня есть три еще нормальные гитары. Это просто лучше всех звучит. Московская группа «Вкус Фламенко» — единственный русскоязычный коллектив. Ансамбль собирался постепенно в течение восьми лет и аккумулировал в себе все лучшее, что есть в России в этом жанре. Танцует на сцене Юлия Плохотина, президент Российской Федерации «Фламенко». Для нее этот жанр стал по-настоящему родным. У «Фламенко» самое важное — это душа, дуэнды. И, наверное, для каждого человека это очень важно, когда ты можешь показать все свои эмоции на сцене. «Фламенко» — та удивительная культура, где ты можешь действительно открыться полностью. Для зрителей концерт в такую дождливую погоду — отличная возможность перенести себя на далекие испанские берега и почувствовать главную эмоцию южных народов. Страсть. Все-таки в наших северных городах страсть как-то не очень в почете. И все время не хватает этой южной страсти острой. Вот и хотелось бы ее почувствовать. Волшебное сочетание андалузской ритмики, русского текста и современной гармонии, энергетика, драйв и фонтан эмоций. Зрителям в этот вечер представили все лучшее, что скрывает в себе «Фламенко». Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Кубок митрополита Самарского и Сызранского подзюдо впервые пройдет в областной столице. В пятницу и в субботу на татаме МТЛ-арена за призы спонсоров выйдут бороться более 300 спортсменов не старше 15 лет со всей России в 9 весовых категориях. Для детей будут интересные призы. Гидроскутеры за первое место. А за второе какие-то гаджеты, еще что-то. Я сильно не вникал во все. Какие призы. Детям, детям, я думаю, понравились призы. Соревнования посвящены памяти святителя Николая Японского и приурочены к 180-летию со дня его рождения. В XIX веке равноапостольный Николай Касаткин поехал служить в Японию для русской дипломатической миссии. Там он познакомился с дзюдо и включил его в курс обучения местных семинаристов. В Россию дзюдо привез его ученик Василий Щепков в 1914 году. Благодаря им японское единоборство стало популярным видом спорта в нашей стране и в Самарской области в частности. На татаме за кубок митрополита выйдут бороться 150 дзюдоистов нашего региона. Это половина всех участников турнира. Я рада тому, что наша Самарская епархия и непосредственно митрополит Самарский и Сызранский Сергий такое внимание уделили вообще здоровью наших детей, спорту в целом. Здесь мы еще включаем духовное воспитание. И если такие турниры у нас будут проходить, я считаю, мы поднимемся на новый виток развития, на новый виток уровня воспитания наших подрастающего поколения, которое у нас на сегодняшний день очень активно начинает заниматься спортом. Кубок митрополита мало чем будет отличаться от светских соревнований под дзюдо. Регламенты правила останутся те же, правда главный приз вручит сам митрополит Сергий. А священники на трибунах обещали болеть по-своему за молодых спортсменов. Организаторы в соревновании пообещали, что кубок митрополита под дзюдо станет традиционным. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!